Здравствуйте! Как всегда, во время по вторникам в эфире телерадиокомпания «Щелкова» программа «Диалог» и я, ее ведущий, Сергей Дадыко. Добрый вечер! Праздник, день работников дорожного хозяйства. Хочу поздравить вас с этим праздником. Еще через две недели будет день работника транспорта, но в преддверии с наступающим тоже поздравляю. Но будем говорить, конечно, о тех проблемах, с которыми вам приходится сталкиваться в повседневной жизни. Наверное, самая главная, конечно, и больная проблема – это ремонт дорог в нашем муниципалитете, не только в городе, но и по всему району. Мы встречались с вами ровно год назад, в начале ноября прошлого года. Говорили о том, как много удалось сделать за 2016 год, за прошлый по плану, в сравнении с предыдущим 2015. Ну, вот, соответственно, поэтому начнем нашу программу о том, как выполняются работы в текущем году. Но для начала предлагаю посмотреть небольшой видеосюжет. Это репортаж конца марта с оперативного совещания в администрации района, где как раз поднимался вопрос о том, какие дороги, где и сколько предстоит отремонтировать. Давайте посмотрим. Свыше 400 тысяч квадратных метров дорожного полотна планируется заменить в Щелковском районе в этом году. Учитывается ремонт муниципальных, региональных дорог, ямочный ремонт и замена покрытия во дворах. Об этом говорили на еженедельном оперативном совещании в администрации района. Эх, дороги! О состоянии дорожной сети в Щелковском районе можно говорить много, но лучше один раз увидеть. С таянием снега исчез и асфальт. Однако в районе наметили большой план работ по ремонту дорожного покрытия. В данный момент проходят конкурентные процедуры на проведение ямочного ремонта в Щелковском районе. Общая площадь ремонта по данным контрактам составляет 12,5 тысяч квадратных метров. Мы поставили себе задачу в течение 5 лет привезти все дороги в Щелковском районе в нормативное состояние. Ну вот такой короткий и небольшой сюжет. Сразу возникает вопрос, что изменилось за это время, за эти 7-8 месяцев с момента оперативного совещания. Как показали кадры улицы Заводской, которая пришла действительно в нормативное состояние, как сказал Алексей Васильевич Увалов. Ну и вам слово. В этом году по сравнению с марта по текущий период изменился сам объем выполненного ремонта по замене дорожного полотна. Вот раньше была цифра порядка свыше 400. И в итоге, когда мы сейчас подводим какие-то предварительные итоги, потому что сезон уже подходит своему концу, в настоящее время у нас отремонтировано свыше 730 тысяч квадратных метров дорог по Щелковскому муниципальному району. Если брать, например, 2016 год, то у нас было порядка 625 тысяч квадратных метров отремонтировано по району. Ну это примерно 17-18 процентов рост у нас объема произошел. Что бы еще хотелось отметить, если брать весенний период, то он ознаменовался тем, что мы многократно переходили температурную отметку от 0 до отрицательных температур, затем у нас были положительные, и таких моментов было очень много, что существенно влияет на состояние дорожного полотна. Поэтому перед нами встал большой вопрос об объемах ямочного ремонта. Также эта задача была поставлена и Алексеем Васильевичем, и губернатором в кратчайшие сроки не только сделать эти ямы, но еще их все оцифровать через мобильное приложение. В итоге, по выполнению данного поручения мы отремонтировали порядка около 17 тысяч квадратных метров. Это только ямочного ремонта было на территории городского поселения Щелково, включая и ремонты в городских и сельских поселениях. Каждую яму мы оцифровывали при помощи мобильного приложения, и в установленные сроки выполнили все указания, но не остановились на этом, заключили дополнительные контракты и уже работали по ямочному ремонту в части обращений граждан на горячую линию и на добродел. И эта работа еще происходит до сих пор. А что касается непосредственного ремонта, замены дорожного полотна, то хотелось бы отметить, что мы отремонтировали в этом году одну из основных объездных дорог, это Ватутино-Некрасово с выходом на школьную. Школьную тоже отремонтировали, не только ту часть, которая была до школы на пересечении, но и дальше в частный сектор. Также мы провели частичный ремонт улицы Буровой, заменили там два участка. Это тоже одна из въездных в город улиц. Сторонохотовской промзоны. Сторонохотовской промзоны, да. А также другие проезды, там 1-2-1-майские проезды. Улицы Иваново произвели ремонт дорожного полотна для того, чтобы можно было по этой улице уже переезжать в пешеходную зону. Это один из двух переездов пешеходной зоны, который у нас существует через улицу Парково. Проблемный вопрос. Улицы Краснофлотской, которая у нас оставалась с 2016 года, в этом году ее удалось решить. Мы произвели ремонт, установили там все необходимые ограничивающие скорость знаки и искусственные дорожные неровности. Ну и так далее. В общем, по району местных дорог мы отремонтировали где-то 22,5 километра. Это если считать и городские поселения, и в сельских поселениях тоже ремонт продолжался. В сельских поселениях, да, хотелось бы отметить, в части, например, решили проблемные вопросы. Например, в Медвежьей Озерском, да, это была дорога до улицы Сосновой от Челковского шоссе. Небольшой район, да, в котором живут люди на дороге, была ужасно, проходила через лес. Мы отремонтировали, да, проблема была снята. Жители Медного Власова, деревни Медного Власова в Анискинском, да, у них была дорога протяженностью в километр. Вся в ямах выбоиных, и уже ямочный ремонт там уже делать было нецелесообразно, и уже доходило до того, что отказывались перевозчики автобусы, автобусное сообщение осуществлять. Тоже удалось среагировать на эту проблему и произвести там ремонт. Также в Гребнево, в деревне Старая Слобода, тоже большой участок в километр, да, где тоже уже было невозможно было ходить, тоже сделали. И так помаленьку, помаленьку, там, в Огоднево, Петровское и в Каблуково, достаточно длинные участки. Также проблемы были устранены, но мы работали, так сказать, по большей части на упреждение какой-то проблемы, да. Основные работы еще впереди в любом случае, как и по городской черте городских поселений, входящих в состав района, так и по сельским поселениям. Максим Александрович, за счет каких средств удается наращивать вот эти объемы ремонта и строительства новых дорог, ну, я имею в виду хотя бы полностью замену дорожного покрытия? Работы производятся у нас с использованием субсидий Московской области, да. Субсидирование Московской области – это один из основных финансовых влияний в наш район, да. В части, ну, финансирование делится примерно 75 на 35, 75% – это средства нашего бюджета местного, 35% – области. Вот. За счет этих средств возможно было. И также еще по дорогам регионального значения есть определенные нормативы ремонта на каждый район. Ну, в этом году, например, Мосавтодором было на территории отремонтировано 33 километра дорог. Вот. Как и в черте городского поселения, да, это такие улицы, да, как Заводская, оставшийся участок с прошлого года отремонтировали, вот, с этим, с проблемным переездом в том числе. Там главный камень преткновения был – это переезд. Так точно, да. Все пробки собрались в обе стороны и как раз все за него. Изначально, да, изначально 10 метров вправо, 10 влево не подразумевалось к ремонту, но затем ситуацию надо все регулировать и сделали все полностью. Вот. Заменили покрытие также на улице Талсинская, да, с переходом на улицу Фрунзе-Броварскую, да, то есть дорогу до Ивантеевки, она теперь в надлежащем состоянии. Вот. И другие люди, которые передвигаются по городу, по району, я надеюсь, заметили какие-то улучшения в транспортной доступности. Спасибо, Максим Александрович. Хочу пояснить просто нашим зрителям по поводу переезда на Заводской улице. Вот то, что вы сказали, 10 метров вправо, 10 влево, это имеется в виду, что как раз эти 10 метров – это зона влияния РЖД, и поэтому действительно очень долго не удавалось отремонтировать полностью Заводской, и поэтому так долго она была в ненадлежащем состоянии, и вот, наконец, переезд тоже удалось перекрыть, так скажем, хорошим асфальтом. И еще такой вопрос, вы упомянули как раз температурный режим весной, все помнят, да, как у нас зима затянулась до лета, тем не менее, ремонт начали в апреле, как и положено по плану, но тем не менее, вот эти вот перепады с минуса на плюс, они как-то повлияли на качество ремонта? Вот сейчас можно сделать какие-то, или все в порядке? Ну, ямочный ремонт, который делался в апреле, который делался в апреле, он в частях своих был, на этих дорогах также было заменено, дорожное покрытие, что делалось в погоду, в сырую погоду, также было затем уже в сухую погоду более… Понимаете, когда делаешь ямочный ремонт, рассыпается все, что рядом сладкое, и в некоторых местах таких, да, когда не удается отремонтировать картой, потом по истечении времени приходится проводить работы, я бы не сказал снова, а устранять вновь возникшую проблему, ну, уже большим объемом. То есть, по сути, переход с температуры на температуру – это беда такая весенняя. Уже когда погода устаканивается, эта проблема исчезает, начинается уже плановая работа. А весенняя работа – это всегда закрытие каких-то проблемных участков. Ну, а вообще, насколько оперативно удается реагировать дорожным службам на информацию о том, что где-то вот появилась яма, где-то чего-то треснуло? Взаимодействие у нас осуществляется не только путем ежедневного посещения территории и работы с обращением по горячей линии и доброделам, да, все-таки люди – это наши глаза на территории, да, но также еще есть и другие службы в части отдела ГИБДД, они также обращают внимание, подготавливают предписания со сроками устранения. Из этого строится вообще весь план работы, весь план работы наших дорожных служб. И, исходя из этого, и заключаются в том числе и муниципальные контракты, что если есть определенные проблемы, на них есть определенный срок для их решения. И также еще, как сказать, ну, не знаю, что ли, интуиция, что ли, работников, которые предполагают, что эта проблема, она может возникнуть, и заранее как-то предугадать, подготовиться к ее решению, когда наступит для этого время. Ну, чтобы визуально, как говорится, подтвердить ваши слова, предлагаю посмотреть еще один видеосюжет о том, как сотрудники ГИБДД проводят рейды по состоянию дорог в нашем муниципалитете. Очередной рейд госавтоинспектора по Щелковским дорогам выявил ряд недостатков и нарушений. Как было отмечено, ямы на дорогах по-прежнему острая проблема. Они не только создают заторы, но что еще опаснее, могут стать причиной ДТП. Но это не единственное, от чего страдают автомобилисты и пешеходы. На улице Космодемьянской на проезжей части не обозначена разделительная полоса, из-за разросшейся листва не видно знаков, а обозначенные возле пешеходных переходов искусственные неровности отсутствуют. Подобная ситуация на Первом Советском переулке. Знаки скрывают ветки деревьев. Водителям сложно разглядеть и знак пешеходного перехода, ведь напротив находится общеобразовательное учреждение – Щелковская гимназия. Ежедневно отделом ГИБДД Щелковского муниципального района выдается порядка 15-20 предписаний, представлений на устранение ряда недостатков содержания уличной дорожной сети. Это таких, как ямочность, отсутствие необходимых дорожных знаков, отсутствие горизонтальной дорожной разметки. Ну вот прозвучали цифры в репортаже о том, что ГАИ по 15-20 предписаний после каждого ряда выдает. Удается эти все предписания выполнять? Как правило, удается выполнять, потому что если это в части содержания, каких-то наших упущений по содержанию, всегда есть бригады ежедневной работы у службы благоустройства и озеленения, которые могут оперативно в течение суток отреагировать на ситуацию. Если вопросы знаков непосредственно, что-то со знаком случилось, то его устранят достаточно быстро в течение суток. Также по опиловке в течение суток, по ямочному ремонту в течение трех суток после получения предписания от ГИБДД. То есть возможности есть, какой-то объем все равно закладывается в бюджет для того, чтобы устранять эти вещи. Но если уж какая-то проблема, которая не может быть краткосрочно решена, то ее обязательно либо находятся финансовые средства за счет средств экономии с других контрактов, либо иными способами работы, подрядными организациями, социальной ответственности большинства людей, работающих в городе. Эти проблемы удается решить. Максим Александрович, мы с вами год назад встречались, говорили об организации перехватывающих парковок в районе, возле железнодорожных станций в основном, конечно. И как раз тогда прозвучала информация, что наш район занял третье место в области по количеству введенных в строй парковок, перехватывающих возле станций, это тоже, конечно, ваша заслуга, заслуга дорожного хозяйства нашего района. Но есть еще, так скажем, другие парковки. Я имею в виду, конечно, парковки во дворах, потому что количество машин с каждым годом увеличивается. Ракушки мы благополучно сносим, которые место занимают. Конечно, эстетически не очень они выглядят хорошо. Но, тем не менее, я знаю такую цифру, что где-то лет 20 назад, примерно, не больше, наверное, уже лет 30 назад, такие были условия еще в Советском Союзе, в конце Советского Союза, что на 10 квартир одного жилого дома возле этого самого дома должно приходиться одно машиномест. Как понимаем, за этот срок очень много изменилось, и теперь, наверное, на одну квартиру, не на 10 квартир одно машиномест, а на одну квартиру два машиномест. Очень часто встречается и такое. Поэтому вопрос такой, как удается решать проблемы парковок. Данный вопрос, конечно, зависит от благосостояния жителей, проживающих на нашей территории. Но норматив у нас, так сказать, немного иной. Это расчет дефицита парковочных мест проводится по нормативу 420 машиномест на тысячу жителей в районе. В этом году мы провели инвентаризацию всех парковочных машиномест на территории района. Задействованы были администрации городских, сельских поселений, предприятия, социальный сектор. И проинвентаризировали почти 82 тысячи машиномест. Что показало нам на момент инвентаризации, без учета планов и реализации плана строительства парковочных мест, дефицит чуть меньше, дефицит в 4%. Не доходит в 4%, эта сумма округлена. Это совсем не много. Это без учета того, что мы в этом году собираемся вообще сделать. За счет разных источников мы в этом году планируем построить больше 4 тысяч парковочных мест на территории района. В настоящее время уже обустроено больше 3 тысяч. Что касается также и в рамках работы по комплексному благоустройству, это почти в районе 1200 парковочных мест, это в рамках комплексного. Также новое строительство, вводятся в новые объекты, там обязательно по нормам должны быть парковки. То есть они тоже в этом всем учитываются. Дефицит у нас, как говорю, небольшой, но новое строительство еще никто не отменял. В принципе, работы как таковые, они уже заканчиваются, еще осталось немного, до конца месяца и все. Все, и работы уже будут все прекращены. В сроки мы все укладываемся. Кто у кого были... Понимаете, есть еще была одна проблема, что первоначально, когда мы выходили также на дворы, согласовывали благоустройство, инициативные группы были за создание парковочных мест. Потом в процессе работы мнение у людей изменялось, были отказы от парковочных мест. А с чем это связано? С тем, что не хочется иметь под окнами парковку. Понимаете, вот здесь столкновение интересов двух групп граждан, у кого есть автомобиль, и у кого их нет. И иногда интерес одной группы все-таки перевешивает, и по некоторым адресам у нас были отказы. Но это меньшинство. Это меньшинство. Работа по созданию парковок идет. Люди, где делается комплексное благоустройство, заметили это. Но этого, конечно же, мало. То есть в следующем году надо продолжать и наращивать вопрос расширения парковочного пространства. Потому что эта проблема острейшая, в принципе. Сколько бы ни было, какие бы нормативы не применялись для того, чтобы посчитать все. И любой человек, который ставит машину в неположенном месте, скажет, что на нормативы ему все равно, ему нужна парковка. Постараемся максимально, где можно, эти парковочные места сделать. Также мы в этом году еще для формирования плана на следующий год проводили опрос общественного мнения, что хотят жители, что хотят люди. Они нам на почту присылали адреса, где бы необходимо было построить парковочное пространство, улучшить. Эти адреса сейчас дефектуются. Возможность вообще устройства проверяется. Там инженерные коммуникации, либо еще какие-то могут возникнуть проблемы. Из этого у нас и будет в том числе план на следующий год. Цифры вы назвали нормативы. Это вполне себе европейские 420 машин и мест на 1000 жителей. Сюда же включаются и жители грудного возраста, и глубокие пенсионеры. Включаются абсолютно все жители, да. То есть практически на каждого жителя по машине получается. Ну а вот за счет каких территорий, за счет каких пространств удается находить места для парковок? Ну вот как пример, да, у многих домов ставят жители, так скажем, на газоны, которых уже давно нету и может быть даже никогда не было. Но тем не менее бордюр есть невысокий, да, и там где-то травка пробивается. Раньше за это дело можно было оштрафовать. Ну и сейчас, собственно, тоже, хотя уже многие, наверное, жильцы смирились, что раз уж машины стоят, так и стоят. Вот не планируется ли, скажем, вот эти вот бывшие зеленые островки превратить в парковки? То есть уже места уже присмотренные, места уже разъезженные, вот. Поэтому привычка это, как говорится, вторая натура, поэтому проще сделать парковочные места там, где они уже исторически сложились в этом конкретном дворе, да. Либо полностью, как я уже повторюсь, что в некоторых моментах при комплексном благоустройстве просто меняется конфигурация внутреннего дворового пространства, да, и парковка может быть там в том месте, где, ну, в удобном месте, подальше от детской площадки, там, либо наоборот, как-то сдвинута там на торцы дома, да, где меньше всего окон. Вот. В основные места, конечно, это основное место появления парковки – это какая-то зеленая зона. Либо она бывшая, либо она существующая, но, как бы, реалии таковы, что приходится немножко находить баланс между зеленой зоной во дворе и парковочной. Пространство в любом случае. Напоминаю нашим зрителям, что в гостях у программы «Диалог» сегодня начальник управления дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Щелковского района Максим Пчелкин. Продолжаем разговор. Достаточно подробно мы поговорили о ремонте и строительстве дорог. Вернемся еще, естественно, ближе к концу программы. Поговорим о планах грядущих. Пока хотелось бы перейти к другой теме. Организация дорожного движения, что тоже немаловажно. Мы начнем говорить на эту тему после небольшого перерыва. Напоминаю, телефоны нашей студии – 567-1440, 567-1450. Звоните, задавайте свои вопросы. Мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, телефоны прямого эфира – 567-1440, 567-1450. Можете звонить и задавать вопросы моему гостю Максим Челкин, начальник управления дорожного хозяйства, транспорта и связи, администрации Щелковского района. Еще раз, добрый вечер, Максим Александрович. Добрый. Тему обозначили перед самым перерывом. Организация дорожного движения в нашем муниципалитете. В общем, в основном, конечно, это касается, наверное, города Щелково, где самое интенсивное движение. Ну, естественно, самое большое количество машин. Пробки у нас пока еще не изжиты полностью, а иногда даже они становятся больше по сравнению с прошлыми годами. Но, тем не менее, есть положительные сдвиги. Вот буквально минувшие выходные появился новый светофор у нас пешеходный на Толсинской улице в районе Шелкоткатской фабрики. Поскольку сам там езжу тоже практически каждый день. И заметил буквально за сутки, стало лучше, потому что один светофор на пересечении с Сиреневой улицы в прошлом году поставили или в позапрошлом еще. Тоже положительный сдвиг был. Теперь буквально через 100 метров новый светофор. Но пешеходы там шли, шли, шли постоянным потоком, особенно в час пика. И пробки были в обе стороны, конечно, колоссальные. Сейчас стало чуть-чуть получше. Правда, вот я знаю, что алгоритм там как-то меняется. Иногда пешеходам приоритет больше по секундам, автомобилям меньше. Но я вот попал в какую-то зеленую волну, когда 20 секунд отводил с пешеходом. Действительно, перейти узкую улицу можно быстро. И целую минуту машинам, и пробки действительно не было, хотя время было такое пиковое. Что еще делается? С точки зрения светофора в районе остановки ШТФ, его поставили недавно. Сейчас за ним внимательно наблюдают по режиму его работы. Дальше уже будет принято более понятное решение, в каком режиме он работает все-таки на данном этапе. Утром, вечером пропускать пешеходов, днем там больше отдавать приоритет автомобилям. Вопросы организации дорожного движения у нас решаются коллегиально на комиссии по безопасности дорожного движения. То есть все предложения, которые поступают от жителей, как в форме заявлений, как в форме телефонных звонков, и также на горячую линию, когда обращаются непосредственно через социальные сети. Все эти вопросы выносятся на комиссию по безопасности дорожного движения. Например, в части одной из вещей, мы приняли решение, комиссия приняла, это организация односторонного движения. У нас были такие проблемные участки, да и некоторые до сих пор остаются, о том, что движение двухстороннее, ширина дороги 6 метров, одна полоса занята припаркованными автомобилями. Как мешает как и уборке дороги, так и движению транспортных средств, люди просто-напросто иногда не могут разъехаться. И в данный момент уже реализовано два решения. Это одностороннее движение по улице Неделина вдоль домов 16 и 18, ну и также у нас по улице Добролюбова, что от поликлиники до улицы Авиационной. В плане с 15 ноября участок улицы Иванова от парковой до Шмита и участок от Вечного огня по улице Ленина, далее по улице Алковской и до улицы Гагарина. Эту зону также сделать, зону одностороннее движение, но с сохранением парковочного пространства. То есть как люди ставили там машины, так они и будут ставить, но уже это не будет противоречить каким-то законным требованиям. И вопросы эвакуации машин, я надеюсь, он... Эвакуаторы там работают как раз очень активно. Эвакуаторы там работают? На улице Ленина возле 11 дома, насколько я знаю, там придираются, потому что расстояние между сплошной линией, как говорится, меньше трех метров. Поэтому данный вопрос, он стоял острый у нас, и поэтому комиссии было принято такое решение. С дополнительными светофорами у нас больше планов на следующий год, чем на реализацию этого года. Об этом я еще дополнительно скажу. Ну вот, если можно, я воспользуюсь служебным положением, да, тоже внесу как житель свое предложение. Буквально вот самый, можно сказать, центральный перекресток, это Пролетарский проспект, и с одной стороны Талсинская улица, с другой Заречная, пробки все образуются там постоянно. Причем, если ехать из Москвы в сторону Фрязина, там у нас две полосы, средняя, правая, прямо, и, соответственно, правая направо на Заречную, а налево, на Талсинскую улицу, в сторону Ивантьевки, один-единственный ряд, и пробки, сами знаете, там скапливаются, бывает, и до Первого Советского, и даже дальше. У меня в гостях весной были начальники нашей Госавтоинспекции, районные отделы, и 4-я рота, которая как раз контролирует Пролетарский проспект. Я тоже им такой вопрос задал, а вот нельзя ли все-таки сделать два ряда налево в сторону Ивантьевки, Пищевкова, 7? То есть левый только налево, а средний прямо и налево. Сказать, что никаких вопросов нет, да, это возможно, мы поднимем эту тему, естественно, на комиссии по безопасности движения. Вроде была поддержанная идея, но вот пока уже прошло больше полугода, пока ничего не делается. И, естественно, все фактически поворачивают, и из второго ряда тоже. И, соответственно, вот с обратной стороны тоже проблема, может быть, знак можно повесить какой-то, что Сталсинской одно-единственное направление движения направо на Пролетарский проспект. Но очень много к нам в город приезжает людей, которые не знакомы с этой организацией движения, да, и кто-то хочет повернуть аж налево, уже в сторону Фрянского шоссе, кто-то прямо на Заречную. Естественно, они создают пробки, сигналят, моргают, но, тем не менее, они не понимают, потому что знака нет. Раз знака нет, значит, можно ехать куда угодно. Вот такая проблема. Можно быть решена? Данный вопрос мы вынесем на комиссию. Комиссия рассмотрит, да, так сказать, напомним о том, что вы уже обращались по этому вопросу. И принято решение в рамках правового поля, как говорится, да. Чисто, допустим, мое мнение, да, что поворот разрешать там налево, да, нецелесообразно, поскольку если два ряда встанут для поворота налево, то тогда вообще, в принципе, там мостовой переход остановится. Хотелось бы отметить то, что у нас мостовой переход, да, рассчитан на 40 тысяч машин в сутки. Вот. В настоящее время, когда делали обследование, у нас за 80 уже переходит эта цифра. Поэтому, как бы мы там не старались, например, там, какому-то ряду приоритет дать, то это, с другой стороны, повлечет за собой, а также может осложнение дорожной обстановки. Вот. Таким образом... Предлагаю посмотреть еще один видеосюжет, который, скажем, из двух репортажей составлен. Это опять еженедельное оперативное совещание в администрации района. Недавно это совсем было, и в октябре, и в конце сентября. Два совещания как раз вопросы поднимались, связанные с организацией дорожного движения. Давайте посмотрим. Важная новость для автомобилистов. В скором времени движение нескольких улиц в городе Щелково станет односторонним. Внимательнее придется быть, пересекая Иваново и Зубеево. 15 ноября введем одностороннее движение на улице Иваново, от улицы Парковой до улицы Шмидта и на улицу Зубеева. От выезда из Щелковской районной больницы номер 2 до улицы Парковой. В центре внимания ход ремонта дорог. Всего в планах на этот год замена покрытия на 28 муниципальных дорогах и внутриквартальных проездах. Общей площадью свыше 370 тысяч квадратных метров. На данный момент эта задача выполнена на 85%. Однако важным остается вопрос о создании пешеходной логистики. Мы сформировали программу «Дорогу к школе». Там часть, мы будем говорить, пешеходной логистики накрыли. Часть решения проблемы накрыли. Но у нас же еще есть и общественное пространство, у нас еще есть и рабочее пространство. Я имею в виду промзоны. Я бы просил вникнуть и мне предоставить полную картину будущих работ. Вот давайте поговорим как раз о той самой картине по пешеходной логистике. Как решается проблема передвижения пешеходов. Тоже личное наблюдение. Очень много делается в смысле строительства тротуаров. На широкой улице за много лет не могло сдвинуться с места. Теперь тротуар практически готов. На улице Фрунзе, я знаю, тоже планируется делать тротуары. И в населенных пунктах на Фрямовском шоссе. Как это строится все? Опять же, строительство и устройство тротуаров у нас проходит в рамках безопасности дорожного движения. Та же улица широкая. В прошлом году не хватило просто-напросто денег и средств на тротуар. В этом году удалось его закончить. Тротуар на улице Фрунзе, он тоже очень, так сказать, рождался тяжело. Но в итоге он появился, он есть, и люди по нему ходят с удовольствием. Вопрос транспортной логистики пешеходов, он осложнен тем, что застройка существующая, она была не рассчитана на такую концентрацию населения, можно так сказать. И дальнейшая необходимость появления института, она на данный момент вообще такова, что, как сказал Алексей Васильевич, вникли в эту проблему, вникли настолько скрупулезно, что удивились сами от этой цифры, что нам надо построить для того, чтобы полностью исключить возможности людей попадания на дорогу, и для того, чтобы им можно ее переходить, нам надо только 17 километров по городу построить тротуар. И тогда у нас вопрос, такая тема амбициозная, не на один год явно, но реализовывать уже будем более предметно. Как отметил Алексей Васильевич, что в рамках работы дорога к школе были устроены новые тротуары, мы заботимся не только о том, как дети ходят в школу, но и эти же тротуары, они же и для других людей, которые живут в этой местности. Как пример, наверное, это Жигаловский путепровод. Ну, Жигаловский путепровод, да, устроили защитный экран. То есть люди жаловались на то, что все-таки проблемы с ливневой канализацией там определенные есть, хотя прочистка производится регулярно, но все-таки, когда уже сильные дожди, не избежать этой проблемы, на самом деле, сделали ограждение. Кто-то за, кто-то против, но вопрос его удлинения в части, он все равно до сих пор еще открыт. Но, по крайней мере, первый шаг был сделан в этом направлении, и дальше будем работать. Ну, и завершая тему пешеходного движения, такой вопрос, планируется ли еще создание пешеходных зон в нашем городе, наряду с парковой улицей? Ну, на этот вопрос лучше ответит вам Алексей Васильевич в последующих выпусках, да, вот, поскольку планы раскрывать не буду. Ну, пускай этого останется интригой. У нас есть звонок от нашего зрителя, давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире говорите. Добрый вечер. Да. У меня такой вопрос. Построили два микрорайона, Богородский и Финский. Имеется одна поликлиника, номер один, на улице Фронза. Тротуара нету, и есть огромная канава, машины поставить невозможно, подъехать к поликлинике невозможно, потому что там мало парковочных мест. Деревья все гнилые, вот-вот упадут. Огромная просьба спилить деревья, сделать тротуар и увеличить парковочные места. Спасибо за вопрос, Максим Александрович. Как будет тротуар на улице Фронза? Тротуар, например, со стороны Богородского тротуар есть существующий в данном направлении. Переход дороги тоже можно осуществить. Насчет парковки, насчет парковки у больницы действительно, она не хватает людям парковочного пространства в данном месте. Поскольку еще сделано было одностороннее движение на данном участке, одностороннее движение было сделано потому, что там просто просто стояло вереницей автомобилей. Этот вопрос мы на 2018 год для себя запланировали. И насколько будет возможно увеличить там парковку, настолько мы ее увеличим. Поскольку там есть небольшая проблема с инженерными коммуникациями. По деревьям ваша просьба также будет передана в соответствующую службу. И надеюсь, скоро вы увидите результат. Ну вот раз вы упомянули будущий год, 2018, естественно, опрашивается вопрос. Какие планы на будущий год по ремонту и строительству или улучшению ныне существующих дорог? Какие-то, может быть, особенности есть? План уже, я знаю, готов. Поэтому, если можно, вкратце назовите основные. Ну, план, в принципе, по ремонту дорог, он уже сформирован. Сейчас идет согласование дефектных ведомостей и утверждение СМЕД. Планируем пока на данный момент, как я уже говорю, потому что, когда начинаем реализацию наших планов, они у нас, как правило, растут. Надеюсь, так и будет продолжаться дальше. По дорогам местного значения, в настоящий момент у нас 153 тысячи квадратных метров, это 37 дорог всего по району. То есть пока на данный момент у меня цифра такая. Дальше этот план может увеличиваться. Вообще, направление работы в следующем году, которое у нас задается не только нашими местными особенностями, но еще и указаниями губернатора нашего курирования и также курирующего министерства. На следующий год основное направление – это автомобильные дороги, на которых требуется проведение каких-то локальных мероприятий для улучшения пропускной способности. Это у нас ликвидация дорожных заторов, увеличение пропускной способности участков дорог за счет устройства дополнительных ПСП, реорганизация дорожного движения. Это будем смотреть светофоры, как работают, необходимо ли изменять вообще схему нанесения разметки на некоторых местах. Второй блок – это автомобильные дороги, где надо поработать над улучшением эффективности и безопасности дорожного движения. Это либо организация новых пешеходных светофоров типа Т7. Устройство тросовых ограждений, разделяя транспортные потоки, устройство барьерных ограждений, где-то улучшение уличного освещения. То есть основная работа будет направлена на это. То есть ремонт, конечно, никто не отменял, ремонт обязательно будет. Далее есть еще один блок – ремонт социально значимых автомобильных дорог. Это дороги, которые ведутся к каким-то социальным учреждениям. Затем не очень отдается приоритет замене грунтового полотна на автомобильное. На асфальт. На асфальт, да. В смысле на асфальт, проговорился. В министерстве сейчас работают над этим, над проектами, над типовыми проектами, потому что ранее осложнялось отсутствие проектов, их дороговизны, потому что проект стоит примерно как одна треть самого ремонта. Сейчас ищем возможности уменьшения стоимости для реализации. И тогда уже жители частного сектора ощутят, надеюсь, это на себе. И далее дороги, которые давно очень не ремонтировали, но такие остались. Конечно, такие остались, это тоже будет входить в план, но приоритеты я уже обосновал выше. Максим Александрович, если можно, поясните нашим зрителям, не специалистам, что такое ПСП и особенности светофора Т-7. Светофор Т-7 – так называемый пешеходный светофор. То есть пешеходный переход оборудован не только знаками, но и еще по-простому мигающей желтой лампочкой, которая мигает и горит всегда. И любой водитель, если даже стерлась разметка на этом пешеходном переходе, всегда будет информационный сигнал цветовой. Это светофоры данного типа. А ПСП – это переходы на скоростные полосы. Те самые так называемые карманы. Левые накопительные, правые накопительные. Разгонные полосы. Разгонные полосы, да. То есть карман для движения автомобиля, для того, чтобы уменьшить вероятность возникновения аварийной ситуации при повороте направо на левое или выезде на шоссе. Ну вот вы сказали о губернаторской программе, особенностях будущего года в планах по ремонту и строительству дорог. И еще один проект у нас существует в городе, который на контроле у губернатора. Я имею в виду строительство моста через Клязьмова в районе улицы Фабричной. Уже не первый год об этом говорим. Финансирование вроде бы началось. Вопрос такой, когда начнется строительство и как пойдет дальше дорога? Ну вот построили мост, а дальше в сторону Фрямовского шоссе, где пройдет эта трасса, можем ее так назвать. Проектную документацию мы в этом году получили. Получили положительное заключение Мособлэкспертизы. Утвердили проект планировки территории. Получили разрешение на строительство. А в настоящее время согласовано конкурсную документацию на межведомственные комиссии в правительстве. После ее все равно в любом случае мы планируем начать подготовительные работы по строительству моста в этом году. Получаем заключение, получаем подсключение МВК и объявляем конкурс на работы, на подготовительные работы. А далее параллельно, представьте ситуацию, что мост уже построен, дальше дорога выходит на Заречную. А далее она с улицы Заречной будет выходить на РТС. Там, где сейчас разворотный круг, на выезде из города. То есть огибает жилой микрорайон и будет такой, так сказать, альтернативным путем от перекрестка Сталсинской и пролетарского ДРТСа можно добраться либо по Щелково-Фряново, либо будет альтернативный выезд для всех большегрузного транспорта сразу на трассу Щелково-Фряново. Пока будут провестись работы по строительству моста, параллельно будем разрабатывать документацию проектную по данному участке дороги. То есть Заречную улицу надо расширять в любом случае, если это будет транзитное движение? Конечно. Конечно. В принципе, мы, например, участок уличный Заречной от Пролетарского проспекта и до межрайонных щелково-Фряново-Честных и туда-далее, мы планируем отремонтировать на следующий год, в принципе. Работа такая многоплановая и многоступенчатая. Надеюсь, у нас все получится. У нас осталось буквально несколько минут до конца программы, поэтому не будем забывать, что ваше управление не только дорожного хозяйства, но еще и транспорта. Поэтому давайте чуть-чуть об общественном транспорте поговорим. Какие-то маршруты у нас новые появились? В этом году у нас официально появился новый маршрут номер 10. Это Жигалово-Воронок-Оболдина. Также в этом году у нас девятка. Это улица Беляева, идет до Щелково-7 через центр города. В 2016 году мы начали его обкатку, в этом году он у нас официально уже появился в реестре. Вопросы по работе транспорта. Также мы с ними сталкиваемся. Люди иногда жалуются на интервалы движения, иногда на техническое состояние, на хамство у водителей. Все эти вопросы решаются достаточно оперативно, вплоть до вынесения дисциплинарных взысканий водителям, которые там на хамили, либо не дают сдачу, либо не выдают билет, либо не смотрят в течение дня за санитарным состоянием своего автобуса, вплоть до увольнения. Я бы хотел попросить людей вести диалог и помогать нам в работе с транспортными компаниями. Обращайтесь на горячую линию по телефону 8496, код город, 566-74-91. Это касается в принципе всех маршрутов. Если что-то случилось на межмуниципальном маршруте, например, Щелково-Москва, Щелково-Фрианово, также обращайтесь на нашу горячую линию, либо на горячую линию МОСТ-Трансавта 8800-731-13. Проблемы решаются, и это позволяет нам вместе работать над улучшением транспортного обслуживания в городе. Ну, а вот если речь зашла о новых маршрутах, можно какие-то выводы сделать? Ну, вот вы сказали, да, девятка и десятка. Как они появились? Это вот жители попросили, или был какой-то анализ, так скажем, сверху? Здесь, так сказать, вся работа и по новым маршрутам, она строится, конечно же, из предпочтений жителей. То есть постоянные встречи, постоянное общение с жителями говорит о том, о необходимости нововведений. Вот, например, этот маршрут 9-й Беляева, Щелково-7, да, микрорайон Беляева, он был, можно сказать, отрезан от транспортной доступности. Люди переходили железную дорогу и выходили на дорогу на Звездный городок, да, вот сейчас вопрос отрешили. Сначала открыли, обкатали маршрут, добавили автобусы, вот, люди пользуются. Через весь город идет причем, вот. А Жигалово-Воронок-Оболди на 10-й маршрут, то есть так же из Жигалова на Воронок. Люди хотели попасть на железнодорожную станцию, да, или от Воронка можно еще дальше уехать. В любую другую сторону, в принципе. Или и Соболдино, естественно, до Воронка. Да, и Соболдино также до Воронка. То есть эта проблема была реализована в новый 10-й маршрут. Пользуются популярностью люди пользуются этим маршрутом. Ну, а в ближайшее время планируются еще какие-то маршруты открывать? Ну, пока рано об этом говорить, поскольку вся существующая дорожно-транспортная сеть, она у нас задевает практически все районы города, да. Что это еще, что отметить, что очень много маршрутов проходит через центр города, да. Поэтому пока я бы не сказал, что мы не видим целесообразности, да, но идеи у нас есть и дальше будем реализовывать. Большое спасибо, Максим Александрович, за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Напоминаю нашим зрителям, что в гостях у программы «Диалог» сегодня был начальник управления дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Щелковского муниципального района Максим Пчелкин. Спасибо. Еще раз с праздником, с наступающим теперь работника транспорта. Всего доброго. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok